В моем маленьком саду обильное цветение роз. Так классно, как вроде мир. А нет, у нас война. Но война не время отчаиваться. Мы победим и выстоим, потому что мы сильные, потому что мы свободные. А пока у меня передышка между тревогами, у меня зацвел тимьян. А это значит что? То, что пришло время приготовить. Вуаля, гастрономическое блюдо. Хек в томатном соусе с ароматом тимьяна. Волонтерская жизнь непростая, но в ней всегда есть место эстетике и культуре питания. Поэтому сильно рекомендую этот рецепт. Кушайте, наслаждайтесь, получайте удовольствие и будьте счастливы. Так, друзья, порылись в морозилке. Нашли какие-то остатки рыбы. Делаем рыбный бульон. Он должен быть плотный. Для рыбного бульончика у меня в холодильнике есть анчоус, кефалька и ставридка. Вот я это все выкладываю в водичку, в которой у меня находится букет гарнье. И даю ему прокипеть. Убираю пену и томлю, наверное, часа полтора, чтобы у меня был очень крепкий рыбный бульон. Мы делаем классное гастрономическое блюдо у себя дома. И вы сейчас убедитесь, насколько это легко и просто. А ингредиенты, они у меня на столе, у вас точное количество внизу под видео. Там же кнопочка лайк, подписаться, комментировать. Нажимайте колокольчик. Будем встречаться чаще. Переходим к технологии. Рыбный бульон у нас готовится. Сам хек мы обваляем в муке и обжарим на сковородочке. В это же время приготовим овощную подушку из всего, что у меня есть на столе. После этого мы зальем томатом нашу рыбку, зальем рыбным бульоном и будем томить. Долго-долго, медленно-медленно и будет нам вкусно-вкусно. Порционно нарезаем рыбу. Пока наша рыбка обжаривается, мы с вами очень быстро подготавливаем все нужные нам овощи. Мелко шинкуем овощи. Вы спросите, почему у меня два вида лука? Ну, завалялся шалот с довоенных времен. Кстати, шалот очень классная штука. Он дает замечательную карамельную составляющую нашему блюду. Поэтому его очень часто используют в мишеленовских ресторанах. А теперь, собственно, переходим к подушке из овощей. Тимьян уже отдал свой аромат. И я добавляю лук-шалот. Дальше добавляем обыкновенный лук. Его должно быть много. Лук доводим до золотистого. Добавляю сельдерей. Чувствуете, как пахнет уже? Добавляем морковь. И доводим до кондиции. Следом добавляю помидоры пилати. Внимание! Вот эта волшебная смесь получается благодаря помидорам пилати. В этом секрет. Помидоры без шкурочки. И они все-таки итальянские. Они очень сочные, очень сладкие. Они дают невероятную вкусовую гамму всем нашим овощам. К ним мы добавляем лаймовый лавр, лимон-гресс, черный перец. И даем протомиться пару минут. И вот на эту подушку мы выкладываем нашу рыбу. Время залить рыбу рыбным бульоном. Самое время попробовать на вкус. Добавить соли и острого соуса по вашему желанию. Сюда можно добавить и аджику, и красный чили соус. Здесь уже на ваш вкус. Регулируйте по своим ощущениям. Очаровательно. Очень тонко. Вот в чем прикол всех гастрономических ресторанов. В умении шефа соединять очень много ингредиентов и получать гармонию вкуса. Тренируйтесь. Очень вкусная штука, но очень острая. Поэтому я его добавляю в сущий пустяк капельку. По чуть-чуть. Ну и капельку соли традиционно. Потому что, помните, в рыбном бульоне соль у нас была. Закрываем крышечкой и томим до полного приготовления на медленном огне. Чем дольше, тем будет вам вкуснее. Аккомпанементом к этому блюду может служить чесночный хлеб. Что мы делаем, чтобы получить вот это замечательное, оригинальное и очень простое блюдо? Мы соединяем давленый чеснок, мелко шинкованную петрушку, растительное масло и соль и перец по вкусу. Очень все просто. А берем мы, конечно, для этого черный, замечательный черный хлеб. В моем случае это безглютеновый, из амаранта и кенуа. Но это совсем другая история. Добавляем черный перец и получаем волшебную смесь. Ставим в духовочку нагретую до 180 градусов. Услышите аромат чесночка, почувствуете вот этот вот непревзойденный аромат гастроресторана. Выключайте. Будет вам вкусно. Обратите внимание, как аппетитно выглядят гренки и как ароматно они пахнут. Можете узнать, если приготовите. Волонтерская жизнь не оставляет времени на замысловатое блюдо. Поэтому я использовала рыбу, которая есть у меня в холодильнике и рецепт из прошлой жизни, из того чудесного периода, когда я могла позволить себе выйти в гастрономическом ресторане. Я думаю, что Мишеленовский ресторатор был бы нами доволен и горд. Ну и, конечно же, последний штрих. Не забудьте, юшечка здесь невероятно вкусная. И обязательно полейте рыбку вот этой юшечкой. Приятного аппетита! С вами была Елена Бестовская. До новых встреч в эфире. Вкусных вам рецептов. Счастливой жизни и мирного неба над головой. Продолжение следует...